Когда будет продолжаться война, чем дольше мы будем делать вид, что у нас не война, а специальная военная операция, то есть некая заграничная колониальная кампания, тем больше будет возрастать сила противника, тем хуже будет соотношение сил на фронте для нас, и тем лучше для них. Итак, напомню, что именно осенью прошлого года противник нанес свой удар, разгромив, где тонко там порвалось, в Харьковской области, наши войска под Купянском, Балаклее и Изюмом. Только чудом не окружив первую гвардейскую танковую армию, в основном за счет собственных ошибок тактических, но заставив ее бросить большую часть своего вооружения и панически удирать. За что, как было известно, генерал-лейтенант Лапин, который там командовал, стал генерал-полковник. Что тоже очень интересный прецедент в нашей истории. Нечастый, скажем прямо. Тфу-тфу, но осталось только отравить Теплинского, и будет чистая картина со Скорпиным-Шуйским, как раз время осмотного времени. То есть, кризис вероятный, повторение острейшего кризиса, после которого не обязательно, но могут на Москву пойти уже не панды Пригожина, а я подчеркиваю, что, несмотря на то, что я понимаю, что Вагнер фактически на данный момент является одним из боеспособнейших соединений российских войск, можно даже объединений, можно говорить. Тем не менее, по факту это банды. По политической своей и прочей составляющей это не государственные войска. Так вот, в Кремль могут пойти уже не банды Вагнера, а доведенные до совершенного бешенства части соединения российских войск, разбитые на фронте. Такое возможно. Я не каркаю.